Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И сегодня я вот хотел вам показать новую мою покупку кроссовка Champion. Покупал я, естественно, не в Алиэкспресс, покупал я в официальных магазинах. Была скидка. Скидка хорошая, конечно, ни в 2, ни в 3 раза дешевле, но соблазнился, так скажем, и купил. Так, давайте посмотрим. Упаковочка вот такая вот коробка, все как бы хорошо. Доехали тоже хорошо. По модельке это МТРУ-2. Ну вот, кому интересно, смотрите, полное описание. По размеру, у меня 45 размер, 29 см стелька. На сайте у продавца или магазина должно всегда быть указано размеры, причем разные. Европейские, американские и длина стельки. Так вот, выбирать лучше всегда по длине стельки. Я как-то приспособился, что оригинальные нормальные кроссовки, это у меня 45 размер и длина стельки 29 см. Главное, там длина стельки, а размер может уходить один в плюс, один в минус и примерно так же и дальше. Так, ну больше никаких опознавательных знаков на самой коробке нет. Ничего больше интересного здесь не написано, не указано. Давайте откроем, посмотрим кроссовки. Так, это здесь сопроводительные листы, что нам не нужно. И сами кроссовки. Вот сами кроссовки сделаны, они полностью сделаны из ткани. Не наш второй. Есть бирка чемпион. Так, они полностью, смотрите, полностью тканевые. Сделаны, я думаю, на летнее, весеннее, может быть, осенний сезон. В жару, я думаю, все-таки, в очень-то большую, больше 30 градусов, будет, наверное, не сильно комфортно. По ощущениям, ну, приятный, в принципе, на ощупь материал. Давайте вытащим вот эти вот, всю бумагу. Интересно, помимо самих материалов, еще посмотреть на стельку и посмотреть на саму подошву. Итак, стелька здесь клеена. Я ее, к сожалению, показать вам не могу. Могу вот так вот только показать. И могу показать то, что она по типу эффекта памяти. Вот если сейчас я на нее нажимаю, то она потихонечку возвращается на свое место. То есть, это клево, это классно, это очень должно быть удобно. Как будет это, конечно, мы сейчас посмотрим, оденем обуем. И вот этот вот эффект памяти. Да, и стелька еще ортопедическая. Есть все изгибы, все правильно. Также обращу ваше внимание, что желательно при покупке какой-либо обуви, кроссовок, без разницы чего, чтобы здесь вот на пяточке была твердая вставка, которая будет фиксировать правильное положение пятки. Если она не будет фиксировать правильное положение пятки, ваша пятка может съезжать в эту или в эту сторону. Естественно, будет перекос. И неправильно это для вас, для постановки ноги. И будет постоянно стираться один бок подошвой, правый или левый там. В зависимости от вашей ноги. Так, с материалом, внешним видом мы разобрались. И с подошвой. Подошва мягкая, это по типу пенки или, как еще может быть, указывает полиулетан. По идее, вот это вот, смотрите, изгиб хорошо изгибаются. Я думаю, сочетание пенки, мягкой подошвы и стельки с эффектом памяти, это даст очень-очень крутой эффект. Так, больше у меня, в принципе, вопросов других нет. Можно пробовать, что получается на ноге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и впечатление по данным кроссовкам. Вы сами видели только что то, как они сидят на ноге. Сидят, в принципе, неплохо. По удобству тоже все достаточно неплохо. Нравятся, они мягкие. Но, опять-таки, хочу отметить, не знаю, вот кроссовки вот Xiaomi Mi G. Мне почему-то показались мягче и немножечко поприятнее. Но, в общем, смотрите, в летний, в весенний, осенний период, в теплый период ходить можно. Если, конечно, будет очень-очень жарко, я думаю, будет не так комфортно и в этих кроссовках. Но за счет того, что они тканевые, не сетка, конечно, тканевая, то нога немного дышать все-таки будет. Ну и по размеру. Размер, как всегда, подошел, как я и сказал, уже приловчился покупать по размеру. У меня от 44 до 46 большинство размеров. Самая главная операция при выборе, это на длину стельки. Длина стельки у меня 29 см. Вы берете, измеряете стельку ваших кроссовок, которых вам удобно, либо же просто на А4 формате обрисовываете ногу и смотрите, меряете размер стельки. Тогда подбираете кроссовки. Возле каждых в любом интернет-магазине, на любой торговой площадке у продавца всегда должна быть размерная сетка. И по размерной сетке вы выбираете по длине стельки. У меня всегда так прокатывало и проходило. Чаще всего, если это нормальные брендовые кроссовки, входит и ваш размер, и длина стельки. По кроссовкам первое впечатление пока только положительное. В принципе, по данному видео у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, замечания, предложения, пожелания, пишите в комментарии под этим роликом. Всем, кому данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok